МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот процесс играет важную роль в изменении структуры российской экономики и стимулирует приток частных инвестиций. Сегодня необходимо определиться с конкретными параметрами приватизации в текущем году, решить, какие пакеты акций компании с госучастием могут быть проданы частным структурам, а какие должны оставаться в собственности государства. Владимир Путин отметил несколько ключевых моментов. Во-первых, все приватизационные сделки должны строго соответствовать нормам и требованиям закона, а также быть прозрачными как для их участников, так и для общественности. В результате приватизации государство не должно потерять контроль над стратегически важными предприятиями. Это значит, что контрольный пакет акций системообразующих компаний с госучастием нужно сохранять в руках государства. Перейдя к теме реализации госимущества, глава государства отметил, что она должна быть экономически оправдана, целесообразна, нужно учитывать конъюнктуру и тенденции рынка. Не должно быть продаж акций за бесценок, побросовой цене. Больше внимания необходимо уделить качеству инвесторов, их деловой репутации и опыту работы. Переход акций в частные руки возможен только при наличии у покупателя стратегии развития приобретаемой компании. Для успешной приватизации принципиально важно, чтобы государство четко понимало, что и кому продает, и какие последствия это будет иметь для развития целых отраслей, да и всей экономики, отметил Владимир Путин. Мы с вами прекрасно понимаем, что приватизация – это не только фискальная составляющая, это путь к структурным изменениям в экономике, и нужно иметь в виду и то, и другое. Только такой взвешенный подход позволит добиться эффективного баланса госучастия и частного капитала в экономике страны. В числе первых претендентов на приватизацию в 2016 году компании «Роснефть» и «Башнефть» об этом заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Окончательный список приватизируемых компаний не формировался, правительству поручено доработать его. Это компании, которые уже стоят в плане приватизации, это публичные компании, которые котируются на рынке, и в силу этого технически и юридически лучше всего готовы и лучше всего известны инвестору. С этих компаний мы и начнем», – сказал Алексей Улюкаев. Напомню, о грядущей приватизации ранее заявил президент Владимир Путин. Он обозначил ее условия, отметив, что Россия не должна потерять контроль над стратегическими предприятиями в результате продажи госактивов. Бюджетные кредиты регионам будут предоставляться на прошлогодних условиях. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Бюджетные кредиты регионам предусмотрены для частичного покрытия дефицитов и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетных средств. Напомню, условия предоставления кредита в этом году будут такими же, как в 2015. Речь идет о темпах поэтапного сокращения доли коммерческой задолженности к сумме региональных доходов без учета безвозмездных поступлений. В цифрах это выглядит так. К 1 января 2017 года не более 70%, к 1 января 2018 – не более 60%, к 1 января 2019 – не более 50%. Кроме того, в соответствии с утвержденными правилами будет учитываться, что по итогам исполнения бюджета субъекта Федерации в 2016-2019 годах дефицит бюджета региона может превысить плановый показатель на сумму поступлений от продажи акций и других форм участия в капитале, находящихся в его собственности. Ининецкий округ воспользуется своим правом на получение кредита. Это будет уже третье заимствование. Кредит размером в 1 миллиард округ возьмет в феврале. На такие меры администрация региона идет для того, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование госучреждений. Кроме того, власти НАУ рассчитывают получить бюджетный кредит, который обойдется региону намного дешевле коммерческого. Параллельно финансисты округа продолжают искать пути оптимизации расходов. Начали, как говорится, с себя. В прошлом году финансирование органов госвласти уменьшилось на 7%, в планах на текущий год – не менее 15%. Об этом представителям СМИ сообщили на пресс-конференции Департамента финансов и экономики региона. На общем фоне экономических потрясений, которые коснулись без преувеличения всей страны, Ненецкий округ оказался одним из тех регионов, которому не повезло больше всех. Зависимость от углеводородов, которая еще полтора года назад казалась рогом изобилия, сегодня стала для нефтяных регионов первопричиной дыр в бюджетах. Ситуация в стране очень сложная, поэтому это очень серьезно отражается и на нашем бюджете, поскольку зависимость доходов окруженного бюджета от нефтедобывающей отрасли составляет доходы нефтянки 90%. Естественно, что мы, когда планировали бюджет, исходя из 50 долларов за баррель, оказалось сейчас 30, это очень влияет, и у нас есть риски выпадения доходов. В зону риска попадают более 4 миллиардов рублей. 3 миллиарда 600 миллионов округ может недополучить от Хариягинского СРП. Такой сценарий власти региона, конечно, просчитывают с надеждой на то, что этого не произойдет. А пока финансисты региона готовят подушку безопасности. В феврале округ возьмет 1 миллиард кредитов, которые планировали выбрать еще в декабре, а затем начнет торговать еще несколько. Параллельно Департамент финансов начал очень сложную процедуру по возможности привлечения бюджетного кредита под выпадающие доходы. Мы сейчас оптимизируем все, что можно, потому что это будет одними из условий. Соглашение на кредиты бюджетные – это очень сложное соглашение. Я пообщалась с другими субъектами. Это, во-первых, и соблюдение нормативы на содержание органов в госвластие, что, в принципе, у нас достаточно раздут это пород управления. И это все мы сейчас, если мы в прошлом году начали делать, то будем продолжать делать с тем, чтобы нам, так сказать, выйти на нормальное финансирование в этом году. Разница между коммерческим и бюджетным кредитом существенная, поясняют финансисты. От этого и сложность в его получении. Обслуживание кредита Минфина обойдется округу меньше, чем в 1% против 12% ВТБ. К примеру, только в этом году на обслуживание госдолга в бюджете округа заложено 620 миллионов. В ситуации с бюджетным кредитом эта сумма может быть в 10 раз меньше. Но пока этот кредит только в планах, Департамент финансов продолжает работу по оптимизации расходов. Под контроль межведомственной комиссии по оптимизации попали все закупки, поскольку власти отдают себе отчет в том, что не по всем контрактам они смогут выполнить свои обязательства. Кроме этого, активно используются и другие формы оптимизации. Это аутсорсинг услуг. Первый у нас сейчас выходит на конкурс аутсорсинг питания по Каратайской школе. Следующим мы планируем выдать на аутсорсинг клининговые услуги от уборки помещений в школах. Меры по внедрению системы аутсорсинга дадут положительный эффект, отметила Татьяна Лагвиненко. Появится здоровая конкуренция в малом бизнесе. Оттепель в России спровоцировала массовый сход лавин с крыши и козырьков зданий. Число жертв из-за сюрпризов погоды растет по всей стране. Пополнен список жертв мог и случай, произошедший в Наринмаре. Снежная лавина чуть не обрушилась на посетителей торгового центра Элит-Сити. Кто виноват в случившемся капризе погоды или человеческая халатность, попыталась выяснить наша съемочная группа. Падающий снег с крыши торгового комплекса вызвал общественный резонанс. Лавина с крыши Элит-Сити обрушилась около 17.30. В час пик, когда люди возвращаются с работы. Мамочки и папочки, девушки и парни, бабушки и дедушки, в общем, все, будьте осторожны, с крыш снег падает. Смотрите, пожалуйста, наверх. Сегодня в 17.30 я с коляской шла по тротуару, где магазин Элит-Сити. Там шли еще люди с детьми. Внезапно начал падать снег. Лавина сошла с крыши. Хорошо, все успели отскочить. Коляску немного развернула только. Будьте аккуратны. Такого страха я еще не испытывала. Если б на 5 секунд позже прошла, то меня бы завалило. Падающий снег с ног сбивал, когда я бежала. Ух, такой страх и шок испытала. Люди, смотрите наверх. Мария, аналогично. Если бы я не задержалась на переходе, то нас бы завалило с ребенком. По закону уборка снега и льда в торгово-развлекательных центрах ответственность собственников здания. Это четко регламентируется в правилах по благоустройству города. 1 июня 2015 года новые свежие правила. Если вы заглянете в консультант, они называются «Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО городского округа города Янмар». Управляющий торговым центром «Алит-Сити» свои обязанности знает, но не спешит исправить ситуацию, ссылаясь на занятость. Вчера был инцидент, связанный с вашим торговым центром, и люди чуть не получили травму из-за схода снега. Скажите, пожалуйста, почему снег у вас не убирается? Сегодня должны были убрать. А вот ректор подъехал, там машина сейчас невозможно убрать. А с этой, с крыши я сегодня вечером все разберусь. И в самом деле очень много дела. А почему вот вообще такая ситуация возникла? Вы же, наверное, вчера утром можно было это все убрать, да? Потому что эти глыбы свисали. Почему вот вы деньги, получается, с людей имеете, да? А ответственности никакой? Почему нету ответственности? У меня личных тракторов нету просто. Они по расписанию работают. Я же их тоже не могу набрегать. А в какое они время у вас работают? Они, ну, это самое, с 6 утра должны были работать. А с 6 утра вчера? Почему вчера они не убрали с 6 утра? Ну, у него это самое, не получилось. Не получилось вовремя убрать снег и у других владельцев торговых центров. А вот сотрудники некоторых управляющих компаний в этом году сработали оперативно. Хотя желающих работать на опасной для жизни высоте с раннего утра до темноты в Наринмаре очень мало. Занятых именно на очистке кровли, да, ну, про это, ну, вообще двое всего лишь. То есть это люди с допусками, ну, что поделать, да. То есть мы тоже, я говорю еще раз, работа это она, ну, притом они совмещают. То есть это не люди, да, которые персонально под эту категорию работ наняты. А сколько домов у нас получается? У нас получается вот именно таких, которые требуют именно ухода по уборке снега, порядка, ну, на 2 организации, порядка 12, я полагаю. Здесь, во-первых, мало желающих. В прошлом году, вот у меня, ну, столкнулся с такой проблемой, у нас на территории города работал только Наринмарстроя в этом плане. И они очень, очень дорогие. Поэтому вот я вот в этом году свои, как бы, подучил, купил оборудование, там, снаряжение, там, и так далее. Вот, то есть даже вот в прошлом, ну, опять же, да, прошлый год в этом году мы подготовлены уже. То есть по сравнению, что было в прошлом году, такого не повторится, скорее всего. То есть там была в районе ситуации, там, по семиэтажным домам и так далее. То есть в этом году есть люди, есть график, есть понимание, как это все будет произойти и в какие сроки. Крыши вашего дома убрали, в округе есть множество опасных зданий, где чистку кровли не проводили. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. В целях безопасности лучше держаться от зданий подальше. Обращайте внимание на огражденные территории возле домов и офисов. По ним передвигаться опасно. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и смотреть, что там случилось. Скорее всего, это сход снега с крыши или падение ледяной глыбы. Бежать от здания тоже не следует. Разлет подобной лавины порой доходит до нескольких метров. Лучше всего, как можно быстрее и ближе прижаться к стене. Козырек крыши послужит укрытием. Выходящая неделя оказалась богатой на различного рода ЧП. Следующая история, о которой мы хотим вам рассказать, вызвала огромный общественный резонанс. В Наринмаре избили и ограбили продавца булочной. Нападение произошло утром 1 февраля, перед началом рабочего дня. Его остаток женщина провела в хирургическом отделении окружной больницы. Все подробности у Валентины Чибичек. Я вчера вечером заходила, написано по техническим причинам, а почему, не знаю. 1 февраля около 10 часов утра продавец хлебного магазина номер 4 пришла на работу, как обычно, заранее. Закрыла изнутри дверь и стала готовиться к рабочему дню. Тут в двери кто-то постучал. Ожидая свою коллегу, женщина открыла. Мужчина сразу же с криками «Где деньги?» сразу же нанес ей удар. Ну, вернее, толкнул. Она упала, в результате чего он после чего зашел в магазин, закрыл за собой дверь и начал наносить ей телесные повреждения, ударяя ей в львобость лица кулаком. Когда нападающий отвлекся, женщине удалось открыть дверь и выбежать на улицу. Около магазина никого не оказалось, и она побежала в стоматологию. Там ей оказали первую медицинскую помощь и вызвали полицию. Следственно-оперативная группа по горячим следам установила личность преступника. Им оказался житель посёлка Индиго 95-го года рождения. В конце января он вышел из мест лишения свободы и успел совершить кражу и вскрыть автомобиль. В хлебном магазине молодой человек похитил из сумки продавца кошелёк с деньгами и ювелирные изделия. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ, а именно разбой. В порядке ст. 91 подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас женщина находится в отделении хирургии, где проходит лечение. По словам главного врача окружной больницы Андрея Дедова, угрозы жизни и здоровью нет. Коллеги пострадавшие комментировать произошедшее отказались. Жители города к такому случаю остались неравнодушными. Это вообще кошмар какой-то. Что по вашим действиям нужно делать? Предпринимать что-то такое не было? Ух, я думаю, даже магазинчики такие надо оборудовать видеокамерами. И при этом еще и написать. Чтобы люди знали. Ну да, хотя бы. Может как-то хоть немножко уменьшить. Мы сюда не так давно приехали, но я думала, в этом городе вообще ничего не происходит. А тут такие какие-то потрясения. То люди пропадают, то теперь хлебный. Если уж, я думаю, такого не дойдет, но совсем плохо дело пойдет. Ну как в Советском Союзе там всякие патрули, что ли, дежурные. Не знаю, что-то такое, наверное. Что в маленьком городе и среди дня это очень плохо, конечно. И совести у людей, конечно, побольше. Сейчас нападавший находится в изоляторе временного содержания. После рассмотрения всех обстоятельств преступления его ждет наказание в виде лишения свободы. Максимальный срок, который ему грозит – 10 лет. Реорганизация образовательных организаций Ненецкого округа вступила в завершающую стадию. По информации профильного департамента, учреждения уже зарегистрировали свои уставы и сейчас готовят документы для переоформления лицензий на образовательную деятельность. Первые переоформленные лицензии получили детский сад «Сказка» и две школы Нарьинмара – номер один и номер три. Переоформить лицензии все учреждения, перешедшие в подведомственность округа, должны до 1 января 2017 года. Предполагается, что процесс завершится гораздо раньше. Учреждения активно работают в этом направлении и, возможно, получат документы уже до конца февраля, пояснили в ведомстве. Ненецкая школа имени Пырерки с реорганизацией получила безграничные возможности. В своих стенах она смогла принять Дом детского творчества. Теперь талантливые дети будут заниматься в просторных и светлых помещениях. Кроме того, переезд сэкономил окружному бюджету 25 миллионов рублей. Творить более чем 800 ребятишек будут на третьем этаже в одном из корпусов Ненецкой школы имени Антона Пырерки в отремонтированных и приспособленных для занятий кабинетах. В чем плюс? То, что на третьем этаже у них будет отдельный вход. Они даже не будут заходить по тому входу, где заходят ребята. У них есть отдельный вход с улицы. Отдельный. Он называется пожарный. Но он, в принципе, оборудован. Там невысокая лестница. И они поднимаются на третий этаж, вообще не заходя в здание интерната, поднимаются на третий этаж. Там площадь огромная. Там раньше находилась начальная школа. Там пять огромных классов в 40-45 квадратных метров. Значит, четыре кабинета по 26 квадратных метров и еще несколько кабинетов в 16 квадратных метров. Также сотрудники интерната предоставят актовый спортивный зал для проведения концертов и других мероприятий. Это лучший. На данный момент это был лучший вариант, так как нас не очень бы устроило, если бы мы были разбросаны по всему городу. Это вторая смена в школах. Мы бы тогда потеряли детей. Второй сменой у нас есть, кто занимается. Утренние дети бы не смогли. У нас очень много имущества. А здесь нам предоставили подвальные помещения под наше имущество. Мы уже подумали, что для летней площадки это тоже очень удобно, так как нам предоставят столовую в наше распоряжение. Да, здесь не будет детей, которые сейчас в интернате проезжают, но на лето разъезжаются. И здесь у нас будет своя спортплощадка на улице, своя территория. Максимальную поддержку при обустройстве новоселом оказали и сами хозяева помещения. Ведь многие воспитанники занимаются в Доме детского творчества. Мы с удовольствием ходим и будем продолжать ходить. Нас это не пугает. В общем, здесь дети обычные дети, как и наши. Это же не какое-то учреждение закрытого типа, типа исправительной колонии. Тут нормальные дети. Мы заходили в интернат. Я видела этих детей спокойные все, приветливые. Так что нам нечего бояться. Мы все понимаем, что это временные трудности. Нужно просто войти в положение. Ничего страшного здесь нет. Я обошла здесь здание. Мне тоже понравилось. Нормальное здание. Условия будут созданы. Естественно, сейчас они еще здесь только переехали. Я думаю, что все будет хорошо. Процесс творчества возобновится 9 февраля. По прежнему расписанию. А в середине месяца новоселы пригласят всех на день открытых дверей. В центре внимания на этой неделе находился автозимник Наринма-Русинск. Почти 10 дней временная зимняя дорога была закрыта для всех видов транспорта. Из-за метели, а затем оттепели, пришедшие в наш регион. 6 февраля движение возобновилось. Сейчас автозимник Наринма-Русинск открыт для грозовых и полноприводных видов транспорта. Легкую технику на дорогу не пропускают. Действуют шлагбаумы со стороны Неницкого округа и Республики Коми. По сообщению диспетчерской службы подрядчика ООО «Транзит» в Тундре установилась морозная погода. Дорожники продолжают уплотнять трассу. Работают 15 единиц техники. Напомню, актуальную информацию о состоянии зимника можно узнать по номерам телефонов 112 и 8 911 650 40 40. Как мы уже не раз говорили, зимник – это дорога, предназначенная для проезда большегрузов, и то при определенных условиях. Но, как показывает практика, используют зимнюю временную дорогу и автомобилисты, чьи машины не приспособлены для передвижения по заснеженной трассе. Именно на таком фургончике в Наринмар с большой земли привезли лошадей. Обильные снегопады и теплая погода вынудили людей и их питомцев томиться в ожидании зеленого света. О путешествии шотландских пони на Неницкую землю в материале выпуска. Дорога для трех лошадей и трех пони оказалась очень длинной. Восемь дней они провели вот в таких маленьких фургончиках и, наконец-то, приехали на новую родину. Это русский рысак. Там Фиджи стоит наверх. Вот первые посетители города Наринмара жители выпустились. Все, все, ребята, вы приехали, вы дома, дома, дома. Когда фургончики с животными выдвигались из Кирова в Наринмар, никто и не предполагал, что путешествие может затянуться. Для шести питомцев приготовили корм, поместили в фургоны и поехали. В понедельник после сильного снегопада и совсем не февральской погоды зимник закрыли. На Харьяге мы, соответственно, и попали в ловушку, потому что, подъехав в Харьяге, объявили, что закрывают зимник. Колонна проскочила за два часа до нашего прибытия туда. И обратно дороги нам тоже не было вернуто лошадиное место, потому что усилий мы тоже перекрыли. Транспорт, на котором везли питомцев, усугубил ситуацию. Летняя резина и задний привод совсем не приспособлены к арктическим условиям. Если бы не вовремя подвезенный трал, снабжение продуктами и кормом, путь мог закончиться трагически. Однако обошлось без потерь. Все три лошади, русский рысак, гоноверка, племенной конь и три шотландских пони прибыли в полном составе. Теперь Ненецкий округ – их новое место жительства. Мы сегодня везли для детей города на рекуара, для праздников, то бишь, заниматься детьми, потому что у наших детей нету животных здесь, как бы. Для детей у нас спортивной школы. Мы решили делать подарок, как бы, для города. Мэрия держала это в секрете, но не получилось держать в секрете, узнала об этом вся Россия. Когда питомцы выйдут в свет, пока держатся в секрете. Известно, что они примут участие в городском гулянии. Ну а пока им необходимо освоиться и привыкнуть к новому климату. На этом все. Это были итоги недели. Мы остановились на самых важных событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Всю оперативную информацию вы можете узнать на нашем сайте www.trk.sever.ru. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин